Сегодня 29-я годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля, в День воинов-интернационалистов, чтут память тех россиян, кто исполнил свой служебный долг за пределами Родины. В Янинском округе у памятника ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооруженных конфликтов прошел митинг и возложение цветов. Сегодня в России чтут память воинов-интернационалистов. Это День памяти и скорби о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 15 мая 1988 года Советский Союз начал выводить свои войска из Афганистана. 15 февраля 1989-го последний советский воин покинул территорию Афганистана. В памятный день в Янинском округе ветераны локальных войн, матери, жены воинов-интернационалистов традиционно собрались на Аллее Славы. Александр Михайлов сегодня пришел отдать дань боевым товарищам. Его призвали в 1985 году, полгода в Фергане, полтора года в Афганистане. 103-я – воздушно-десантная витебская дивизия в составе 40-й армии. «Когда меня призывали, я в этом не думал. Естественно, думал о родине. А когда еще и начали потери нести, естественно, хотелось за ребят отомстить. И за родину как бы не упасть лицом. Ну а так. А остальное все думали там, вверху. Можно сказать так. А сейчас, когда ребята в Сирии, в разных других точках, в Чечне, это все как за родину». Только за афганскую кампанию трое наших земляков не вернулись с войны. Они выполнили долг до конца с честью и мужеством. По официальным данным, потери личного состава советской армии в афганской войне составили более 14 тысяч человек. Сотни человек пропали без вести и впоследствии также были признаны погибшими. Ранеными из Афганистана на родину вернулись почти 50 тысяч бойцов. «Если мы не будем сдерживать наши границы, если мы не будем их охранять, обязательно Россию порвут. Ее просто разорвут. Наша армия должна быть крепкой и сильной». 15 февраля мы вспоминаем не только афганцев, но и участников боевых действий более чем в 30 горячих точках за пределами страны. В Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии. Со времен Великой Отечественной войны в боевых действиях за рубежом принимали участие около миллиона советских и российских солдат и офицеров. «Да, на войне гибнут ребята. Без этого никак. Без этого никак. Враг очень сильный, обученный. Но, тем не менее, мы справились с этой задачей. Армия наша на сегодняшний день стала еще сильнее. Огромные слова благодарности президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину за его поддержку». В регионе действуют внушительные меры социальной поддержки ветеранам боевых действий. Это льготы на предоставление услуг ЖКХ по исчислению транспортного и земельного налогов. Также сегодня можно улучшить свои жилищные условия, получив из регионального бюджета 1 миллион рублей на покупку жилья. Еще среди мер поддержки – возможность оздоровления в санатории один раз в два года. Бесплатного лечения зубов, получение высшего образования за счет регионального бюджета. Отменен транспортный налог для автомобиля мощностью 150 лошадиных сил. Действует закон, который дает возможность помогать семьям погибших ребят. Речь идет о выплатах каждому члену семьи погибшего по 12,5 тысяч рублей. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал Север.